Меня зовут Роман, и я с вами хочу рассказать о своем опыте написания Telegram-бота на Алексея. Начнем с определения, что такое чат-бот. Чат-бот – это некоторая программа, которая в режиме общения с юзером в виде чата может принимать какие-то команды и как-то смысленно на эти команды отвечать. Почему для написания чат-бота я выбрал Эликсир? Когда я готовился к Декламу, я встретил такое мнение в одном из Эликсир-чатов, что Эликсир – это, как правило, какой-то искусственный интеллект или многопользовательские игры. Но когда ты новичок и только начинаешь постигать языка, то выглядит это все следующим образом. Потому что ты заходишь в какой-то чат Эликсир-комьюнити, и все, что ты можешь понять – это обсуждение Telegram-ботов. Значит, Telegram-бот выглядит для юзера примерно следующим образом. Я как юзер могу присылать ему какие-то команды, как я уже говорил, и он что-то отвечает. Также, вот тут не очень видно, но бот может как-то так же кастомизировать интерфейс для каких-то быстрых ответов. По другую сторону провода чат-бот может выглядеть вот так. Значит, и на примере вот этого небольшого баш-скрипта мы уже можем начать разбирать то, что нам нужно для работы с Telegram-ботами. Для этого нужно всего лишь три вещи, ну, четыре. Первое – это знать, куда мы ходим для того, чтобы делать какие-то запросы. В данном случае это у нас антипоинт API-телеграма для ботов. Следующая часть – это супер-секретный текен, который никому нельзя показывать. Но этот текен не валидный, поэтому ничего страшного. А покажешь валидный? Валидный? Ну, ты можешь зайти в Telegram и сделать себе свой ключик. Вот. И третья часть – это метод, к которому мы будем обращаться. Как только мы определились с этими тремя вещами, мы можем сформировать какой-то body. То есть в нашем случае это будет какой-то чат-иди, тоже не валидный. И текст, который мы отправляем. Ну, то есть текст сообщения, который мы отправляем юзеру. Вот. И делаем call. Call, кстати, тут сделал ошибку, если кто-то видит, не говорит. Следующая часть, которую мы просмотрим, касаясь Telegram API, это получение обновлений. То есть наш бот, он должен знать о том, что юзер что-то написал в сообщеньку. Ну, в смысле, что юзер написал какую-то типа сообщеньку, и он что-то типа должен ответить. Сделать это можно двумя способами. Получить обновления. Значит, первый способ – это настройка витхуков на стороне Telegram.bot API. И второй способ – это лонг-пооринг к Telegram API. И второй способ – это лонг-пооринг к Telegram API. Значит, и последняя важная часть, касающаяся непосредственно Telegram API, это типы данных, которые там доступны. Те обновления, которые мы получили на предыдущем шаге, это, как правило, какие-то большие вложенные документы, которые нам нужно как-то обрабатывать. И для того, чтобы нам эти документы обрабатывать было проще, в Telegram API, ну, в Телеграм-документации Телеграм API описаны какие-то типы данных, и как они между, ну, типа, друг с другом взаимосвязаны. Например, первая сущность, которая мы… Ну, то есть, сущность верхнего уровня, которую мы получаем при получении обновления, это апдейт. Аддейт может включать в себя месседж, онлайн-квери, callback-квери, которые, в свою очередь, могут в себя включать какие-то еще типа другие типы данных. Ну, и этих типов там чуть ли не два десятка, смысла, основанности на них особо нету, они там постоянно добавляются и какие-то уходят. Значит, перейдем. Теперь уже непосредственно к написанию нашего чат-бота на языке эликсир. Из того, что я нашел в Open Source, есть три более-менее меняемых инструмента для работы с Telegram API. Вот. Но они все, на самом деле, не очень, и я считаю, почему. Значит, первый инструмент ESINGA – это пакет, который они поддерживают уже, там, около семи месяцев, и, естественно, с того времени в Telegram'е там что-то добавили, что нам, возможно, будет нужно. Вот. Там какие-то новые endpoints, какие-то новые типы данных. Второе – это Agala Framework. Agala Framework – это не столько Telegram, ну, это не столько инструмент для Telegram'а, сколько вообще фреймворк для написания чат-бота. И нам он тоже не очень подходит, потому что пишет его ко мне, ведь очень маленькое количество людей, и они, в общем, не успевают его за изменениями в Telegram API. И последний пакет, на котором я остановился – это Nadia. Вот. Как бы он тоже поддерживается не очень активно, но при этом он покрывает больше теплодамных, больше endpoints, чем все остальные. Вот. Я на нем не остановился, когда выбирал абстракцию для работы с Telegram API. Ну что ж, давайте начнем писать какой-то код, и entrypoint'ом нашего приложения будет супервизор. Супервизор всегда включает два модуля – это Polling и Matching. Собственно, как можно догадаться из названий этих модулей, Polling делает Long Polling к Telegram API, и Matching как-то… Те апдейты, которые мы получили с помощью первого модуля, он как-то их обрабатывает. Ну, собственно, вроде все, да. Значит, Long Polling – это на Алексееве очень просто. Значит, у нас есть callback генсервера init, в котором мы отправляем с обнаружив себе сообщение, ну, то есть типа текущему процессу сообщение, вот с таким кортежем. И тут у нас обработчик этого сообщения. Ну, и тут все, типа, достаточно просто. Значит, на diaGetAddates – это функция, которая устанавливает Long Polling соединение. Когда какое-то сообщение к нам пришло, мы его передаем в процесс Messages, и после этого рекурсивно послаем еще одно сообщение этому же процессу, но только с update.id плюс 1. Это нужно… Вот, update.id, вот этот offset.id, он нужен для того, чтобы мы не получали от Telegram API те сообщения, которые мы уже получили. То есть мы показываем метку, с которой мы готовы дальше обрабатывать новые апдейты, новые сообщения от юзеров. Ну, и, соответственно, дальше мы… То, что мы получили, вот этот весь массив апдейтов, передаем в процесс Messages функцию. Значит, здесь я решил показать, как у нас на Алексею будет выглядеть структура update. То есть, как я уже говорил, это, ну, типа, некоторые тип данных, которые могут себя включать в какие-то поля, которые относятся к другим типам данных. Сообщение, онлайн, query chosen, онлайн, результат и так далее. И, соответственно, на Алексею это все еще просто обрабатывать, там, из-за такой матчинга и так далее. Как нам эти апдейты обрабатывать? Тут уже, на самом деле, это не так важно, в том плане, что это уже касается бизнес-логики вашего бота. Единственная рекомендация, которую я мог бы дать с этой стороны, это то, что один апдейт желательно обрабатывать в одном отдельном процессе. То есть, если что-то пойдет не так в обработке сообщения от юзера, чтобы не упало все приложение, все типа дерево суперизма. Вот. Я, например, обрабатываю… Вот у меня функция процесс-месседжер выглядит вот так вот. Ну, это, в общем, какой-то код. Самое интересное у нас здесь – это то, что когда мы уже, типа, развернули наше сообщение с помощью цикла, мы его перебьем в модуль Telegram Bot Matching. Это второй модуль, который мы запускаем вместе с приложением через SuperVisor. Ну, в самом начале я показывал. Так, ну, в принципе, все, наверное, да. Ну, и далее вот так вот выглядит функция match-месседж, которая припринимает какой-то апдейт, ну, от нади. Вот, то есть, единственный аргумент – это какая-то структура данных нади, в которой мы матчим какое-то значение сообщения и что-то через так же типа нади отправляем. Тут есть один нюанс, что если мы так все и ставим, то у нас вот этот match-месседж, он обрабатывается в процессе в процессе Telegram Bot Matching. Если здесь у нас что-то упадет, то у нас, как бы, упадет и все стремные обработчики приложений, ой, сообщений, извините. И еще есть нюанс, что вот такой код, на мой взгляд, тяжело поддерживать, в том плане, что мы постоянно, типа, должны знать о том, как мы работаем с… ну, типа, о том, какие структуры нам приходят, о том, как мы их отправляем и так далее, и так далее. Я решил пойти немножко дальше и разбираться в том, могут ли как-то макросы помочь нам описывать обработку сообщений от Telegram. здесь мы видим три макроса, определенные три макроса – это macros command, macros send message и macros message. Ну, я не знаю, на мой взгляд, достаточно очевидно, что происходит, то есть macros command match значит нам какие-то, типа, команды, которые нам приходят от Telegram API, macros send message отправляет какой-то боди в ответ. Вот. И macros message – это, типа, мэтчинг всех тех апдейтов, которые не подошли под какую-либо команду. Для того, чтобы, типа, разбираться, как эти макросы работают, нам нужно сперва, типа, разбираться, как, ну, типа, вообще работают макросы на Elixir. Вот. Ну, вот. Тут все достаточно просто. Нам в этом помогут две функции – это quote и encode. Значит, вот пример макроса command. У него есть два клоуза. Первый клоуз – это когда у нас commands – это какой-то список команд. И второй клоуз – это когда у нас, ну, все струно. Значит, самое интересное и это самая сложная вещь для весь доклад, но она не сложная, это то, как мы разворачиваем макрос. Значит, оператор клоуз… Ну, то есть, типа, функция quote – это, по сути, тоже макрос, который принимает на ход какой-то Elixir код и возвращает ст-представление. То есть, представление абстрактно-синтоксического дерева этого кода. Функция encode, она нам нужна для того, чтобы мы могли взвернуть в этом ст-представить какие-то новые значения, вставить. То есть, в данном случае, это функция, которую мы передаем в макрос и команда, на которой нам нужно ее замечить. И вот тут еще есть вот такая вот штука, функция var. Она нам нужна для того, чтобы все макросы, которые у нас идут ниже, вот, например, sendMessage, да, это тоже макросы, чтобы он имел доступ в том числе к переменной update. Ну, то есть, в Elixirе макросы, они контекстно-независимые, и нам нужно явно указывать, что вот этот update, он передается в тело макроса. Вот он. Ну, и, соответственно, далее это все передается в функцию handleMessage. HandleMessage выглядит вот так вот. То есть, мы с помощью модуля task спауним какой-то процесс, в котором выполняется наш хендлер. И, соответственно, если наш хендлер написан с ошибкой или произошла ошибка в процессе этого выполнения, она не затронет все остальные update. Вот. Значит, макросов таких можно написать под все типы команд, которые приходят с Telegram API. Также я, ну, использовал макросы для травки, сообщений каких-то типа других структур, и макрос утилитис для работы с... ну, типа для работы, там, с чат-комнатой и все такое. Вот. И тут еще очень важный point, что везде, где я читал про макросы, есть... ну, везде пишут предостережение, что это очень специфика штука, и лучше ее не использовать, и это можно, ну, типа, обойтись без них. Вот. Но, с другой стороны, поизучав, я нашел очень много там, типа, разных дебаггеров для работы с макросами и так далее. То есть, ну, все окей. И далее идет любимая моя часть про open source. Все вот эти вещи, о которых я говорил, их можно переиспользовать прямо сейчас. Ну, использовать в своем проекте, переиспользовать и так далее. Есть такой проект Mixing New Year. Он используется для того, чтобы развернуть какой-то шаблон... Ну, чтобы... Он используется для того, чтобы разворачивать какие-либо приложения по заранее написанному шаблону. Вот. Mixed Telegram Template — это шаблон, который... Вот я написал на основе вот этого всего, о чем я сейчас рассказал, для Mixing New Year. Вот. И в итоге мы получаем просто искафолт Telegram бот проекта. Так. Вот эта ссылочка на шаблон. Там есть и... И readme с описанием. Вот. Как вы разворачиваете, устанавливаете все такое. Описание команд и... Ну, собственно, все, что нужно. И также справедливо будет упомянуть вот этот проект, на основе которого делал Mixed... Ну, вот этот сам шаблон проекта. Это boilerplate, который не поддерживается и сейчас работать не будет, потому что мы, наверное, забыли. Вот. Но я его брал как из основы для... там... для создания Mixed Telegram Template. Значит, небольшой roadmap. Что я планирую дальше улучшить в этом проекте, это вынести всю основную логику макросов и так далее в независимый проект, чтобы его можно было использовать без... без кафолда в том числе. Это какие-то типа задачи для микса, для генерации, там... каких-то файликов для обработки сообщений. Улучшенный дебаг. Как я говорил, сейчас есть инструмент уже для... ну, типа для дебага макросов, а без них это превращается, в общем, в не очень приятный процесс. и улучшенное логирование для того, что происходит внутри приложений. Вот. Это конец доклада. Но я сейчас хочу показать бота, которого я написал на основе вот этого всего. Он очень простой, там есть две команды. Так, вот. Киев, эликсир, дамо, всем видно, да? Сейчас. Разверну. Вот мы нажимаем старт, нам что-то приходит. Блин, ничего не видно. А тут... А можно брать белый? Что, что? Белый? Ты думаешь, будет лучше? Да. Давай попробую. А где оно лежит? Вапиранс. Вапиранс? А, да. Что, увеличить можно? Я не знаю, как это увеличить. Так. Так лучше? Ну, и мы можем поприветствовать этого бота. И он нам что-то ответит. Вот, даже картинки. Отправил. Да, на этом все. Спасибо. Готов к ответить на ваши вопросы. Да. Чем этот бот будет заниматься? Какая цель? Ну, вообще, тот бот, который я писал, он еще в процессе. Это, ну, в общем, у меня вот на предыдущей работе была задача как-то уведомлять продуктованеров о том, что у нас там выкатилась какая-нибудь версия для тестирования, там какая-нибудь новая фича и все такое. Вот. И они почему-то захотели делать через Telegram и вот первый башскрипт, который там я показывал, это, в общем, была первая версия этого бота. Вот. Но потом они типа начали типа накидывать задачи и я вот решил использовать уже какой-то инструмент более функциональный для бота. Вот. А так, как бы, все, что было, нужно писать. Все? Спасибо. А если вы придете слушать еще и следующий доклад, то будет...